Приветствую вас. Ну, вообще, то, что у вас нет сейчас ресурсов, как вы говорите, это нормальная, абсолютно нормальная история. Вот, и было бы странно, если бы они у вас были в такой ситуации, но терапия, как раз она вот та самая постоянная терапия, о которой вы говорите, она как раз для того, чтобы вы этот самый ресурс получили. То есть, я не очень понимаю, почему вы считаете, что для проходения терапии, если вы не подразумеваете финансы, но мне показалось, нет, мне показалось, что вы не говорите не про финансы здесь, почему для этого нужны ресурсы. Вот. То есть, человек редко, когда обращается в ресурсном состоянии на терапию и, соответственно, за помощью. Вот. Это первое. Второе. Что можно вам порекомендовать? Ну, вы пишите, что четыре месяца назад было у вас травмирующее событие. Вот. И, соответственно, это было для вас травматично. Достаточно, чтобы вы начали испытывать негативные, ну, негативное влияние на себя. Первое, что, пожалуй, нужно, это отболеть. То есть, что такое отболеть? Что значит отболеть? Болевые, болевые ощущения, которые у вас имеются, которые у вас есть болевые, болевые, так сказать, чувства. Вам их нужно проживать потихонечку. Делать это лучше всего с кем-то. То есть, лучше всего это делать не в одиночку. Чтобы, ну, вы были не одна в этом. Чтобы вы не чувствовали себя одной. Вот. Чтобы вы все-таки получали, ну, определенную, давайте скажем, поддержку. Вот. Чтобы вы получали определенную такую, определенную папирку получали. Чтобы. Вот. Это, мне кажется, важный момент. Достаточно. Правильно, она ведь разрывает, как бы, материю, материю психики. Вот. И человеку кажется, что он изменился. Человеку кажется, что он другой. Человеку кажется, что он уже не такой, как им был. И, ну, это далеко не всегда, потому что он не всегда так. Вот. Это далеко не всегда соответствует с Истинам. Вот. Поэтому, очень важно понимать, что, проживая те эмоции, которые у вас есть, вот, плача там и так далее, вы восстанавливаете те эмоции, которые у вас есть, вот, плача там и так далее. Можно сказать, тело своей психики, если можно так выразить. Вот. Что еще можно сказать? Ну, ладно. Дальше, в принципе, все, как было. Ну, очень индивидуально, вот, потому что, ну, понятно, что есть свои нюансы, вот, в вашей ситуации и, соответственно, почему-то вы были в таких отношениях, ну, почему-то вы уступили в такие отношениях, вот, где оказались очень зависимы от раз, вот, и выход из которых вас тренировал, это два. Да. То есть, вы пытались по какой-то причине растворяться, в, эээ, ну, в отношениях, в отношениях, вы пытались растворяться, вот. А есть ли у этого основания и, эээ, как бы, причины, да, конечно, конечно, вне всякого там сомнения. Основания и причины для этого. Важно, эээ, только понимать, какие, вот, важно понимать, о чём идёт, о чём идёт. То есть, мне кажется, что одно из основных это то, что вам сложно себе доверять. Свои себя обоценивать. Ну, соответственно, всё. Причины обоценивания, обоценивания, вот, нужно разбирать. Постарайтесь, что у вас есть, эээ, такая вот, достаточно ложная, как мне кажется, установка, что для терапии, ну, не на ресурсах. Люди приходят на терапию, не на ресурсах. Вот. Постарайтесь это, пожалуйста, принять. Ну, и, если у вас, эээ, такая вот сложная ситуация, да, то есть, ну, что это вот, наверное, на вас так сильно повлияло, вот, то довольно маленькая вероятность того, что справиться вы сможете сам. Вполне вероятно, что, ага, правда, уйдёт просто в клуб и будет на вас влиять. Вы совершенно верно заметили, что, эээ, это может влиять на ваши отношения, ну, которые у вас, эээ, в будущем могут быть. Вот, и, соответственно, 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 чтобы мне было минимум всё тщательно проработать. Вот. 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 Такая история. На этом всё. Я надеюсь, ээээ, что помог вам. Надеюсь на обратную связь по моему вопрос, ответу. Это позволит вам начать работу над собой. До новых встреч. У меня есть время с самого друга. До новых встреч.